Ты из нас хоть раз в жизни слышал красивые и пугающие легенды о кракенах, гигантских повелителях всех океанов, которые парой ударов своих щупалец отправляют корабль на дно морское, а его экипаж в мир иной. Но немногие задумывались о том, что в каждой сказке есть доля правды. И легенды о кальмарах-убийцах — не исключение, потому что они существуют в реальности. Встречайте Архитеутиса — гигантского кальмара, род глубоководных кальмаров, составляющий самостоятельное семейство. Гигантский кальмар — это не один, а целых два подводных монстра. Скрываясь под покровом глубоководного мрака, арктические и антарктические кальмары держат в своих цепких щупальцах оба полушария нашей планеты. Один великан размером 10-15 метров господствует в северных морях, другой гигант длиной 12-17 метров в южных, но оба являются крупнейшими беспозвоночными в мире. При этом самки кальмаров крупнее самцов, их вес может достигать 270 килограммов. По современным данным максимальная длина от конца плавников до кончиков ловчих щупалец составляет около 8 метров. Таким образом, гигантизм — это одно из крупнейших по величине беспозвоночных животных. За свои колоссальные размеры животинка должна благодарить морскую бездну. Глубоководный гигантизм — явление, при котором животные на глубине становятся в несколько раз больше своих сородичей у поверхности. 30 сентября 2004 года исследователи из Национального музея науки Японии и Ассоциации по наблюдению за китами получили первые снимки живых гигантских кальмаров в их естественной среде. Та же группа 4 декабря 2006 года произвела первую видеосъемку живого гигантского кальмара. Наш глубоководный монстр имеет мантию, а также два ловчих и восемь обычных щупалец. Ловчие щупальца чрезвычайно длинные, ими он и хватает добычу. Щупальца имеют присоски, а посреди них у кальмара есть клюв, похожий на птичий. Для передвижения кальмар затягивает в свою мантию воду с одной стороны и выталкивает ее с другой, то есть применяет реактивную тягу. Так он может плыть довольно быстро. А для корректировки направления у него есть плавники на мантии. Гигантский кальмар выделяется сложно устроенным мозгом и нервной системой. Их изучение вообще в последние годы становится одним из важных направлений исследований биологов. То, как мозг архитеутиса развивался, вызывает большой интерес, поскольку его организация во многом превосходит человеческий. В результате у кальмаров, например, превосходная память. Глаза у этого животного очень крупные, они способны уловить даже очень слабый источник света. Ну а чтобы насытить эту 200-килограммовую тушку, гигантские кальмары жаждут чужой плоти постоянно. Нет, питаются кальмары отнюдь не морскими судами или их экипажами. Да и прописались моллюски там, где суденышки не плавают. Их обитель — мрак глубоководье. Выше 200 метров к поверхности наши герои не поднимаются. Глубоководные рыбы и родственники головоногие. Вот достойное подношение гигантскому морскому демону. Цепкие щупальца, усеянные шипами-гарпунами, цепляются в тело жертвы, а мощный клюв перекусывает добычу в один момент. Однако на любого сверххищника всегда найдется рыбка покрупнее. Например, кошелот — умное морское создание длиной до 21 метра. Регулярно покушается на глубоководного исполина. Их сватка выглядит поистине легендарной. В битве титанов каждый применяет собственное секретное оружие. Кошелот орёт на кальмара ультразвуком, дезориентируя и оглушая моллюска. Головоногий же намертво вцепляется в водоплавающую дубину своими присосками, не давая ей себя сожрать, а ей всплыть. Увы, счет нокаутов никто не ведет. О победах кошелотов в кровопролитных сражениях мы можем судить лишь по шрамам от крючков и присосок на их теле. А вот о кальмарах-победителях мы сказать ничего не можем вообще, ведь погибший в объятиях щупалец зубастый кит навсегда пропадает в морских глубинах. Кстати, о таком явлении, как падение кита, я уже рассказывала. Это тоже весьма интересно. Размножение гигантских кальмаров не менее грандиозно, чем сражение с кашелотами. Самец оплодотворяет даму через метровый детородный орган, доставляя тем самым целый мешок со своим генетическим материалом. Такой подарочек ученые называют сперматофоры. Вся эта вакханалия приходится на осень-зиму, и по ее итогам появляются тысячи мини-кальмарчиков. Большинство из них пойдут на корм хищникам бездны, но те, которые выживут, сами станут ночным кошмаром для глубоководных монстров. Спешу расстроить всех любителей морепродуктов. Наши герои напичканы токсичным хлористым аммонием, для них это удобно. Вещество превращает гигантскую тушу в тело с нулевой плавучестью, что позволяет кальмарам без труда перемещаться в толще воды. Но для нас это большое гастрономическое упущение, так как мясо становится абсолютно несъедобным. Оно, пожалуй, к лучшему. Должны же на нашей планете существовать глубоководные монстры. У ученых слишком мало сведений о том, сколько именно гигантских кальмаров обитает в водах Мирового океана. Однако известно, что генетическое разнообразие очень низкое, а потому был сделан второй вывод, что род гигантских кальмаров вымирает. А как вы думаете, есть ли там на загадочной космической глубине еще какие-то монстры, о которых мы даже не догадываемся? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку-росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планет. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин